Ганвест — это один из самых спорных персонажей нашей рэп-индустрии. Думаем, тут даже и не стоит объяснять, почему так всё сложилось. Этот артист строил свой образ на эпатажности, конфликтах, бесконечных бифах и скандалах. Судя по всему, он делал это осознанно, ведь в итоге добился своего. Несколько его треков действительно стали хитами, а само имя Ганвеста теперь знают практически все, кто так или иначе следит за рэп-игрой. Конечно, проще всего сказать, что артист делает кринжовую музыку ради хайпа, а сам он себя ничего и не представляет. Нам так не кажется, ведь всё же в рэп-игре есть очень много эпатажных музыкантов, которые менее талантливыми от своих выходок не становятся. Вспомните хотя бы Каню Уэста или наконец-то Каша Сикс Найна. Последний так и вообще стал образцом Дэганвеста. Наверное, Руслан испытал целый спектр эмоций, когда увидел вот это видео. Даже увидев своего практически брата-близнеца Ганвеста, признаков плагиата рэпер не увидел. Наоборот, порадовался. Тебе не кажется, что он копирует твой стиль? Нет, мне кажется, он Сикс Найн в России. Русский Сикс Найн – это, наверное, самое юмкое описание Ганвеста. В этом ролике мы бы хотели вам рассказать про Руслана, а именно про его самые громкие выходки, которые во многом и сделали его известным. Не обойдём стороной творчества артиста. Давайте приступать. Но перед тем, как мы начнём, хотелось бы рассказать вам про крутую вещь Hasl.RF. Это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более трёх тысяч моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа, отзывчивая поддержка, профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Ганвас не так давно выпустил новый трек под названием «Нарахати». Эта композиция выполнена полностью на казахском языке, что особенно актуально в наше время. Многие музыканты сегодня не могут выступать в России, поэтому русскоязычную аудиторию вынуждена собирать в Казахстане и других странах СНГ. Но Ганвас сделал ход конём, выпустив трек на казахском языке. Теперь его аудитория в стране вырастет кратно. По Казахстану прямо сейчас колесит и другая суперзвезда российской музыки – инстасамка. Эта сегодня Дарья старается не вступать ни в какие передряги, образ поп-звезды этому не сильно способствует. Раньше она была не менее скандальна, чем Ганвас. Собственно, даже с ним у самки получился конфликт. Биф произошел из-за того, что Ганвас посетил стрим Мелстроя, а также рекламировал каперов, а Даша уже записала с Ганвастом фит. В итоге пришлось выпускать трек с тем, с кем она конфликтует. Суть конфликта заключается в том, что Мелстроя тогда оказался в центре скандала с избиением девушки на одном из своих стримов. Плюс история с рекламой каперов, за которую критиковали многих блогеров нашей страны. Всё это вылилось в биф между Ганвастом и самкой. К слову, вот как звучит совместно трек Ганваста и инстасамки. Это очевидный байт трек от Акаши Губа. Только вместо одного исполнителя здесь сразу три. Возможно, весь биф должен был подогреть интерес именно к этому треку. Ганваст отреагировал на сториз Дарьи у себя в соцсетях, где он написал пост со следующими словами. «Соместного концертного тура с инстасамкой не будет, совместного релиза из десяти треков тоже. Я не буду вступать с инстасамкой в дальнейшие переговоры по этим проектам. Я не дам этим людям уничтожить Ганваста. Я не позволю манипулировать мной и угрожать слить наши совместные треки и заставив меня извиняться за этот сорванный концертный тур из тридцати городов. Мне уже звонят их люди. И да, мне вообще всё равно, вы знаете. Если мне не нравится человек по энергетике, я сливаюсь». К слову, история с Текаши на этом не закончилась. Ганваст любит копировать действия других успешных артистов сцены. Например, иностранного агента Моргенштерна, а конкретно его фит с Лилпампом. Только вот Ганваст недавно сообщил, что собирается сделать фит с Текаши. В прошлом году Руслан опубликовал скриншот разговора по видеосвязи с Текаши, но только не все поверили в то, что скрин реалим, потому что выглядит он очень плохой подделкой. Также Ганваст обратился к Моргенштерну, где предложил выпустить фит Текаши и Лилпампа без их участия. «Зачем нам залетать на их куплеты? Давай просто выпустим фит Текаши и Лилпампа без нашего участия», — написал артист. Позже в сети появилась переписка между Текашей и Ганвастом, где они договариваются о будущей работе. Но вы сами понимаете, что все это было лишь провокацией со стороны Ганваста. Тем не менее, провокация эта неплохо сработала. К слову, как и другая провокация, даже перформанс построенный вокруг его трека Fendi 2. В конце весны 2020 года весь российский тикток снимал ролики под песню «Кто тебе сказал». Трек Рахима был очень популярен. Приятной неожиданностью стало, что мелодию из трека Рахима позже позаимствовали более опытные рэперы, Ганвист и Натан, для своей совместной песни «Ананасовый сироп». Рахим тогда на дуэт не обиделся. Наоборот, он посчитал это событие поводом для гордости. Затем Рахим купил себе на заработанные миллионы машину и куртку Fendi. Про куртку он написал новый трек, который так и назвал Фенди. Песня покорила тикток. Именно вокруг этого хитая разгорелся весь конфликт с Ганвистом, который уже брал мелодии Рахима как референс. Что же произошло? У себя в соцсетях Ганвист запостил вот такой вот текст. Официально заявляю для всех СМИ. Рахим украл мой трек под названием «Фенди Гуччи Прада Луи» 17 июля 2020 года, перебив бит со славой Мерлоу, изменив оригинальное название. Я развязал этот биф и не остановлюсь, пока ты не скажешь всю правду. Ты пойман, малыш. Я долго молчал, думаю, что мы с тобой все решим по мировой. Но ты отказался выплачивать мне роялти, поэтому выйдет моя первая единственная официальная правдивая версия трека. Как видите, в своих постах Ганвист не раз задел не только Рахима, но также Маркенштерна и славу Мерлоу, что, конечно, может сказать только об одном. Все это всего лишь конфликт ради хайпа. Потом к конфликту подключился и сам Рахим, и в сети появилось видео явно с постановочной драки между ним и Ганвистом. В общем, как мы видим, Ганвист понял, что для популярности можно использовать не только талант на описание крутых песен, но еще и талант постоянно влезать в конфликты. Скандалы — это виральность, а черный пиар — это тоже пиар. Конечно, надо признать, что Инстасамка или тот же Маркенштерн свой эпатаж показывали куда более удачно, ведь в итоге именно они и стали популярными людьми в индустрии. Но Ганвист в любом случае остался на неплохом уровне. Но его треки действительно набирали и набирают миллионы стримов и просмотров. Тут мы показали лишь самые громкие скандалы с участием Руслана, но в его жизни было многое. Скандалы с бутиками, стрельба в бифе с блогером Суба, конфликты с местным населением во время туров, наезды на Кизару и многое-многое другое. За таким количеством разных передряг иногда теряется главная суть Ганвиста. В первую очередь он музыкант, и его творческий путь был интересным. Давайте его и рассмотрим. Карьера в полном смысле этого слова начинается у Руслана в тот момент, когда он решил принять участие в проекте «Молодая кровь», где главный приз — контракт с лейблом Тимати. Но успеха не получилось. Рэпер вылетел с проекта во втором туре. Руслан принял решение во что бы то ни стало задержаться в Москве. Он устроился в один из магазинов лейбла Blackstar. Год парень работал продавцом и раздавал покупателям флешкарты со своими треками. В семнадцатом году Гамино все же вернулся на родину в Казахстан. Днем он работал в барбершопе, а по вечерам давал концерты в местных клубах. Деньги, заработанные своим трудом, он откладывал, чтобы в скором времени вернуться в Москву и снова попытать удачу. Популярным исполнитель стал в мае восемнадцатого года после выхода сингла «Звездопад». Песня распространялась через социальные сети, и количество подписчиков страницы музыканта мгновенно выросло в несколько раз. Руслан говорит, что продвигал этот трек самостоятельно за деньги. Две следующие песни, Никотин и Дурман, вскоре возглавили топовые российские чарты. Слушатели назвали последнюю настоящей занозой, отметив, что благодаря четкому биту и ритмичному тексту он застревает в голове. В сентябре вышел первый клип Ганвеста на песню «Дурман», режиссером которого стал Талгат Сафаров. Вместе они решили отказаться от четкого сюжета в пользу абстрактного видеоряда, который гармонирует с музыкой и текстом. Фанаты нашли идею любопытной и оставили хвалебные отзывы. Осенью восемнадцатого года музыкан представил свой первый мини-альбом «Адьёс», в который вошли четыре композиции. В нем Руслан рассказывает свои личные истории. Искренность и честность исполнителя подкупили слушателей. Не дав отойти поклонникам от первого альбома, Ганвест уже в этом же году выпускает вторую пластинку под названием «Заразила». В нее вошли пять треков «Алкоголь», «Снежана», «Заразила», «Гэнщи», «Ты покажи мне любовь». Она имела колоссальный успех и поставила исполнителя в один ряд самыми яркими представителями русского хип-хопа. Уже в конце восемнадцатого года имя Ганвеста знали многие. Он давал концерты в лучших клубах страны и собирал полные залы. В это же время он записал много новых треков, среди которых «Девочка-ночь». 2020 год также выдался удачным для артиста в турческом плане. В январе он выпустил композицию «Ая». В марте трек «Кайфули», который стремительно возглавил многие хит-парады и звучал чуть ли не из каждой колонки. Немного позже на него был даже сделан ремикс. А на сегодня у нас все. А как вы относитесь к Ганвесту? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убиваю БПМ. Меня зовут Дмитрий Толщенов. Всем пока.